Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. О том, как я протестировал сознание своей дочери. Моей дочери было где-то 11 лет, когда я решил протестировать уровень ее сознания. Ну, как работает ее сознание. И тестирование было достаточно простым. Я ей дал задание. Ну, и ей это тоже было интересно. Говорю, сложи-ка в уме шестизначную цифру шестизначной. Сам я писал, вот как все совки, то есть советские люди, на листочке. И шестизначная цифра была такая. Ну, к примеру, 573, 258, прибавить 378, 649. То есть, цифры брались на обу. Просто вот. И я складывал на листочке. Она вот какое-то время задумывалась, а потом говорила цифру. И это полностью совпадало. Также она вычитала шестизначную цифру из шестизначной. И это говорило о том, что уровень сознания достаточно высок. Она может оперировать абстракциями, что говорило о наличии развитого мышления и способностей к абстракциям. Цифры – это чистой воды абстракция, да? Ну, нельзя же цифру пощупать. Она не является материальностью. Это абстракция. Способность оперировать абстракциями – это как раз и является маркером, показательным развитости сознания, высокого уровня сознания. И это потом выразилось, да? Ну, к примеру, моя дочь самостоятельно освоила программирование. Она может делать сайты. Причем в трех программах. Ну, есть программа WordPress, которую она освоила самостоятельно через интернет и делает сайты. Также она делала еще в какой-то программе, название, не помню. Третье название программы – это Joomla. То есть она вот из интереса делает сайты в трех разных программах. Ну, для того, чтобы это освоить, многие учатся годами. Ну, вот есть целая специальность программиста в вузах технических. И оттуда выходят люди с дипломами. Но реально программистами они не являются, они не умеют работать ни в WordPress, ни в Joomla. Таких масса. Моя дочь не имеет технического образования. То есть она самостоятельно освоила все эти вещи. Вот это и есть уровень развития сознания. Естественно, это надо тестировать. Маги ничего просто так не делают. Нужно понимать, на каком уровне в развитии находится ребенок. Для чего? Для того, чтобы помочь реализоваться. Вот это направление, не упускать, например. Вот для чего нужно тестировать уровень сознания своих детей. До свидания, до новых встреч.